Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Эти слова звучат во время возложения цветов возле Вечного Огня. С них же для сотен советских граждан начинается война. В то время, когда границы страны подверглись авиаударам, в городах шла мирная жизнь. Жизнь, которая навсегда изменилась 22 июня 1941 года. Возле главного символа Победы мемориала на одноименном проспекте немноголюдно. Принять участие в возложении цветов смогли не все желающие. Из-за эпидемиологической обстановки массовые мероприятия в этом году отменены. Те немногие, кто приходит к Вечному Огню, признаются, 22 июня для них особенная дата. Несмотря на коронавирус, мы пришли почтить память, потому что не важно, какое сейчас время. Главное память и главное сказать спасибо тем, кто за нас сражался. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, зажигают свечи. Всенародная акция проходит в новом формате. Символ скорби утраты разгорается онлайн. В один клик участником проекта становится Екатерина Комарницких. Девушка говорит, каждый год принимали с семьей участие в шествии. От традиций решили не отказываться и сейчас. Мы решили все равно поучаствовать в этой акции, но уже онлайн. Чтобы сказать спасибо всем тем, кто сражался за наше мирное будущее. Таких, как Екатерина, в Оренбуржье больше 300 тысяч человек. Свечи памяти горят на интерактивной карте. Счетчик участников обновляется постоянно. К всенародной акции присоединяются все больше жителей страны. Память погибших они почитают и минутой молчания. Сотрудники офисов Ямала-Ненинского автономного округа выходят в коридоры. На минуту от службы отстраняются и спасатели республики Коми. А это уже кадры из Тавропольского края. Свои герои вспоминают работники местного музея. Ровно в 12.15 по Москве останавливается работа и оренбургских предприятий. Свои эфиры прерывают местные радиостанции и телеканалы, в их числе и ОРТ. В этот день наша область вспоминает еще одного героя уже новой эпохи. 22 июня родился Александр Прохоренко. Астасия Синченкова, Константин Воробьев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...